Приветствую вас. Если честно, вот, прочитав ваш текст, я сомневаюсь в том, что дело здесь именно в вашем желании быть девочкой, потому что, заметьте, что вы занимаете достаточно, ну, достаточно важный пост, да, то есть вы начальник смены, вот. Но при этом вы хотите быть не просто женщиной, да, а вы хотите именно быть подростком, девочкой-подросткой. И вот это вот, если честно, является наиболее таким показательным фактором того, что дело здесь может быть не в том, что вы хотите сменить пол, не в том, что вы хотите быть девочкой, а именно в том, что у вас какая-то другая, может быть, психологическая проблема. Например, проблема, связанная с нему с выносею, или проблема, связанная с тем, что в детстве вы не доиграли, не дополучили свободы какой-то. Вот. То есть тут, конечно, вариантов достаточно много, вот, и всех вариантов не охватишь сейчас, да, но то есть вам нужна вот некая такая свобода определенная, да, то есть вы хотите не чувствовать давление, то, что реальная жизнь вас несколько текотит, возможно, вот, это, конечно, связано в первую очередь именно с психологическими проблемами, но не с проблемами с сменой пола. Вот. Значит, имеет ли смысл пройти психотерапию, спрашиваете вы, да? Сейчас вот вопросы. Значит. Так, имеет ли смысл проходить курс психотерапии, способен ли психолог решить данную ситуацию? Ну, понимаете, не очень понятно решить что. Если научить вас быть мужчиной, да, если вы хотите именно быть мужчиной, то, ну, при наличии у вас, значит, значит, необходимых для этого условий, таких как, например, отсутствие прав в детстве, да, адекватные отношения с родителями, вот. Ну, то есть, адекватные отношения, я имею в виду, что вас все устраивает, ну, благополучие семьи, именно ваших, да, и так далее. Вот. Вот. Если эти условия соблюдены, то тогда психотерапевт вряд ли вам поможет достичь чего-то вот такого, связанного с переходом в мужественность, потому что вы сами говорите, что мужчиной быть вы не хотите. Вот. То есть, я не очень даже понимаю цель психотерапии, какой у вас запрос. Знаете, то есть, если вот, если заниматься психотерапией, да, то какой запрос, в чем запрос, чего вы хотите в этой ситуации. Я, честно говоря, не увидел. Вот. Если честно, это вот непонятно. То есть, психотерапией, да, если вот заниматься именно вот психотерапией, да, то психотерапия должна быть какая-то цель. Должна быть цель. Должна быть запрос. Вот. Чего вы хотите, чего вы хотите, я, честно говоря, не увидел. Чего хотите именно вы, да. То есть, стать девочкой, подростком и, там, соответственно, испытывать все эти переживания, это скорее, ну, как я уже сказал, да, чтобы вы не доиграли в детстве. Вот. То есть, дело в этом. Но, считаете ли вы это проблемой, видите ли вы это как, как проблему, желаете ли вы воспринимать это как проблему? Ну, вот для меня вопрос. Понимаете? Короче говоря, а, имеет смысл пройти курс психотерапии, да, то есть серию психотерапевтических сеансов для того, чтобы выяснить причины. По которым вы, а, хотите, вот, того, что вы хотите. Вот это имеет смысл. Уже, по результатам, по результатам, уже, уже можно будет, а, что-то говорить. Да, то есть, по результатам можно уже, уже будет, ну, определять. Да, то есть, либо вам нужна помощь психолога, точнее, сексолога, например, да, и специалиста, который занимается гендерной дисфорией. Либо нет. Вот. Не ведется туда. Дальше. Следующий вопрос. В чем именно будет стоять работа психолога в данном случае? Ну, работа психолога в данном случае, как я уже сказал, будет состоять в выяснении субъективных аспектов данной истории. Вот. То есть, насколько это ваш сознательный выбор? Да. Насколько это ваше сознательное решение? Насколько оно свободно? То, что вы хотите, вот, быть девочкой. Ну, вот. Что кроется за желанием ими быть именно девочкой по броскам? Тоже очень важный аспект и важный компонент. Вот. Потому что чувствуется, что вы вкладываете некий такой, ну, особый смысл в это. И я полагаю, что этот особый смысл, он, в любом случае, достоин, достоин того, чтобы его раскрыть. Вот. Ну, а дальше уже будет видно. Дальше уже будет видно. Так. Приведите примеры, как сложились судьбы других клиентов с гендерной дисфорией после психотерапии. В том числе, в той манере, в какой они будешь стараться раскрытым и сумели они задать семьи и завести детей. Да, если, как бы, это у людей именно, вот, как бы, гендерная дисфория является следствием травм психических и следствием, соответственно, нарушением становления, да, как личности. Вот, если гендерная дисфория стала результатом этого, то, да, это тут, безусловно, успех, успех имеется. Вот. То есть, в этой печи тогда изменив имена и так далее. Ну, я могу сказать так, что в моей практике было несколько таких клиентов, кстати, мужчин, вот, которые хотели занимать такой, вот, женственную немного позицию в отношениях. Вот. И когда было выяснено, например, что у человека частично поведение вызвано проблемами с отцом, да, когда эти проблемы с отцом были решены, вот. Вот. А человек лучше чувствовал себя с партнером, в данном случае это было, это было, это были, также однополые отношения, но гомосексуальные. Вот. И человек просто чувствовал, что он, вот, нашёл себя, что он, ну, он имел некую такую надороженность к женщинам, вот, потому что у него были проблемы с мамой, вот. Вот. И когда в результате психотерапии его остороженность к женщинам уменьшилась, вот, то есть он стал, ну, несколько более адекватно относиться к ним, к женщинам, вот. Ну, самому, в принципе, стало легче, и он понял, что действительно он, вот, хочет быть с мужчинами, да, так сказать, а не с женщинами, а до этого у него были все-таки некие сомнения на этот счёт. Вот. Вот. И, соответственно, дальше ему уже, если и требовалось помощь, то только в том, чтобы выстраивать отношения именно с мужчинами. Вот. А, я бы сказал, что там, наверное, такой ярко выраженной гендерной-гендерной дисфарии не было, потому что там всё-таки человек просто сомневался в своей ориентации. Но, мне кажется, это подходит. Вот. Мне кажется, это подходит. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на тот вопрос, который вы, соответственно, задаёте, да, ну, вот, именно на ваш вопрос, который вы задаёте. Я думаю, можно вот так ответить на него. Вот. А, дальше, так, сумели они создать семьи и завести детей. Ну, в моём случае, я говорю исключительно про однополые отношения, да, то есть, вот, и в моём случае про семью детей. Речь не шло. Ещё одна клиентка, у неё было в прошлом влечение, влечение к девушкам. Вот. Сама она чувствовала себя мужчиной в отношениях, вот, а из-за этого у неё были проблемы с мужем, да, со своей, со своей. Вот. Ну, потому что она, как это, как сказать это, подавляла его, подавляла мужчину моего. Вот. Точно, после работы с ней, она раскрыла, раскрыла больше себя и пришла к выводу, что всё-таки её желание стать мужчиной, это связано, скорее, с защитой. Вот. Это больше именно стремление к защищённости, вот, а не к тому, чтобы действительно быть мужчиной. Ого. И, соответственно, она тоже научилась извлекать некую выгоду из своего положения, в котором она находилась. То есть, моё мнение такое, по сути, я считаю, что если вы действительно хотите быть девушкой, да, то ваше желание никуда не пропадёт. Как не может, например, человек одной ориентации стать человеком другой ориентацией, если в нём это не заложено. Я считаю, что для вашей же уверенности можно провести психотерапию, ну, например, зондирование возможных проблем с вашей семьей, там, травм, установок и прочее, прочее, прочее. Вот. Это не обязательно такой, прямо, длительный процесс, да, то есть, это процесс, который, в принципе, может занимать не так уж много времени, вот, по сути, ну, по сути, по сути своей, вот. Но, тем не менее. Дальше вы уже решите. Дальше вы уже решите. Я не очень уверен в том, что подобными вещами можно и нужно заниматься вот в таком формате, да, просто в формате публичного ответа или в формате, тем более, значит, такого дистанционного консультирования. Вот. Мне кажется, что подобные вопросы уже лучше решать очно, вот, со специалистом. Вот. Но презентировать возможные проблемы вполне можно и через сайт, так вы сэкономите себе время, деньги, потому что это будет дешевле вам. Вот. Ну, только нужно найти такого специалиста, который вам подошёл. Вот. Значит, смотрите. Теперь по поводу того, что вы пишете, эээм, что мне делать в этой ситуации, да, в данной ситуации. Значит, эээ, что меня насторожило, да, вот, что меня насторожило. эээм, то, что вот в вашей интимной жизни, да, вы предпочитаете со своей московской подругой поменяться ролями. То есть мне непонятно, откуда эта идея с действием, да, то есть если вы определённое действие по отношению к ней совершить не можете, как вы говорите, то пусть она совершит это, это, ну, это действие. Да, я не буду говорить, эээ, какое действие. Вот. И здесь, если честно, у меня вопрос. Ну, если вы хотите быть девушкой, если вы, в общем-то, эээ, ну, приемлете, эээ, только, эээ, лесбийские отношения, то это действие, по идее, должно быть полностью исключено из, из, эээ, из того, что вы хотите. Откуда у вас такое желание? И, эээ, не очень, ха, понятна причина, следственная связь. То есть, раз не получилось у меня, да, значит, значит, типа ээээ, дано получится у неё. То есть как-то вот странно, то есть здесь мотивация ваша не совсем, эээ, ясна. Какую цель вы преследуете? Уж точно это не, не получение удовольствия от этого, вряд ли вы получите от этого удовольствия. Но, тем не менее, вы этого хотите, тем не менее, вы этого хотите, и возникает вопрос, для чего? Вот, понимаете? То есть вы уточняете, что у вас нет, эээ, тяги к мужчинам, да, и соответствующему сексу. Вот, эээ, но при этом вот такое желание тоже вызывает вопрос, вопрос. И, собственно, именно этот вопрос, именно этот, этот вопрос и заставляет меня, эээ, сомневаться в том, насколько истинно ваше желание не быть, эээ, значит, именно, ну, именно мужчиной. Вот, знаете, вот, эээ, значит, так, ну, значит, дальше вы говорите про операцию, далее вы говорите про людей, и хорошо, хорошо, что есть люди, эээ, которые, значит, вас понимают. Другое дело, что юбка далеко не является, как, как это ни странно, эээ, символом женственности, вот, юбка, напротив, является символом, я бы сказал, закрытости, символом закрытости сексуально. Вот, и здесь, конечно, здесь, конечно, есть вот такой, опять же, вопрос. Эээ, как вы относитесь к сексу, в принципе, да, и нет ли у вас чего-то, что делает секс чем-то запрещенным, там, ну, грязным или что-то вроде того. Вот. То есть, опять же, здесь, вот, эээ, такая немного двоякая ситуация, когда, эээ, ваше поведение, да, оно идёт в разрез. То есть, вроде бы, юбка, да, вроде бы, этот, что-то от женщины, но вы поймите, что женщина, она может носить, как бы, и шёрты, и джинсы, и всё что угодно, да, а, эээ, как бы, как бы, менее женщина это её не делает, а вы как-будто хотите именно, именно, эээ, показать, что, как бы, что вы женщина. Вот, знаете, показать самому себе, даже в том числе, что вы женщина, такое впечатление, что, эээ, ну, что у вас есть явно негативные представления о мужчинах, короче говоря. Ну, есть догадки, потому что я в этом не уверен, вот, догадки мне, когда-то, не хотелось бы, поэтому, ну, я думаю, что пару раз с вами пообщаться, да, на эту тему, просто задавать вам некоторые вопросы, поанализировать ваши чувства, мне кажется, было бы не лишним. Вот, тогда можно уже было бы и понять, что вообще вам в этой ситуации делать, как себе, ээ, и что вообще дальше планировать, потому что, эээ, ну, сейчас повторю, эээ, значит, значит, то, что цель вашего, именно вашего, вот, запроса, да, цель вашего запроса, она, вообще никак не изна, не изна. А, то есть, вы, вот, просто пишите, чего я хочу, хочу, да, быть, выбираться, любить друг друга по ночам, там, ребят, ну, там, на лекциях, то, вот, вот это всё, ну, ни к, это всё не относится, к, именно, женскому поведению, тут всё относится, скорее, к какому-то, эээ, к какому-то, собирательному образу, который есть в основном сознании. Понимаете? Вот, и собирательный образ, он, вот, так получилось, что, эээ, совпал с, эээ, образом девочки-поброска. Вот, ну, я не знаю, может быть, вы смотрели, ну, смотрели что-то, посмотрели какой-то, какой-то аудио-визуальный ряд, и, соответственно, что вам стало это всё симпатично, вот, возможно, был какой-то фильм с таким сюжетом, может, было что-то ещё, короче говоря, тут всего, опять же, да, история про вас, не про женское поведение, потому что, то, что вы описываете, да, может сделать не только женщину. Вот, если бы сказали, например, что я хочу сам быть мамой, да, и, там, соответственно, ээээ, и наложать детей, например, да, вот, или, там, какую-то ещё роль, чисто женскую выполнять, ну, это да, это да, это можно было бы расценивать, а так, то, что вы говорите, нет, это скорее побег. Скорее бег от реальности, вот. Ну, опять же, всё только предположение сейчас, вот. Мне бы не хотелось, конечно, в этом, ну, как бы, этим увлекаться, да, вот. Но, тем не менее, тем не менее, рассмотрите, пожалуйста, хотя бы возможность этого, вот. Ну, и более чётко, наверное, всё-таки, свой запрос вам нужно сформулировать, да, более чётко свой запрос, потому что, пока всегда в нём нет, никакой чёткости, ничего. Вот просто хочу данный опыт, эээ, вот хотя бы, буду cld black gain, thing, данный опыт находится, именно в стиле девочек и подростках. Объясните, что мне делать, посмотреть, что для вас значат этот опыт, как вы воспринимаете, и, соответственно, как он можно реализовать. Мне видится эта история именно так, то есть я не считаю, что у вас имеет место быть именно генеральная дисфария, вот, ну, хотя бы потому, что я не врач, да, я не клинический психолог, такие вещи я не диагностировал, вот, я думаю, что никто у нас на сайте не будет вам, вот, на основании того, что вы написали, да, диагностировать подобные вещи, вот, тут в любом случае нужна исследовательская работа, вот, исследовательская, аналитическая работа, на которую вы в праве соглашались, а в праве нет, в праве не соглашались, вот, смотрите, смотрите, что привело вас на сайт, на сайт, именно. Вы не ставите вопрос, как мне стать мужчиной, да, вы не ставите такой вопрос, или как стать женщиной, не ставите вопрос, вы просто знаете, что делать, то есть вы, вероятно, даже сами как-то вот сомневаетесь в том, что вы хотите, сами сомневаетесь, вот, а может быть и нет, то есть тут, опять же, непонятно. Вот, в любом случае, мне радует ваш настрой, да, то есть вы там очень настроены, вы вроде серьезны, вот, поэтому выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и поработайте, проведите пару сеансов, вот, там уже, в принципе, будет видно. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.